Ситуация, сложившаяся в мире в связи с коронавирусом, насторожила многих. Однако, как известно, паника – худшее средство в борьбе за здоровье. Зато против недугов работают простые и верные способы. В первую очередь, это, конечно, отложить все поездки в страны с напряженной эпид-обстановкой, отложить все массовые мероприятия, которые, может быть, были запланированы заранее, но все же их лучше перенести на неограниченное время до нормализации. Минимизировать контакты с больными ОРВИ, с признаками ОРВИ, это любые могут быть. Это может быть заложенность носа, чихание, кашель, может быть, небольшая даже температура. Но все равно такие люди должны быть немножечко изолированы от особенно возрастного населения. Еще нужно напомнить о том, что все планы и медицинские осмотры лучше все-таки перенести. Если 21-го у нас был запланирован один день диспансеризации, он пока отменяется. До следующего месяца, до особых распоряжений. В медицинских учреждениях, школах, детских садах проверяют температуру еще при входе в здание. Кроме того, ежедневно проводится дезинфекция. Те сотрудники и ребята, которые отдыхали в странах, где уровень заражения коронавирусом является высоким, в течение двух недель остаются дома и следят за своим состоянием. Стоит отметить, что это относится ко всем без исключения. Соответствующие постановления выпустили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава городского округа Щелкова Сергей Горелов. Сегодня в школы Подмосковья пришло 80% учеников. Соответственно, дистанционное обучение мы организовали на этой неделе. Стоит отметить, что у всех родителей есть возможность оставить ребенка дома. Введена система свободного посещения образовательных учреждений. Это касается и детских садов, и школ. Но при этом родителям необходимо заполнить заявление и предоставить его в образовательное учреждение. Если мы говорим о школах, то действительно домашние задания детям выдаются в электронных дневниках. Точно так же и проверяются некоторые задания. Хочется отметить, что сейчас запущена у нас площадка «Фоксфорд». С ее помощью ученик сможет продолжить обучение дома по школьной программе. Здесь он найдет и тему уроков, и домашние задания. Весенние каникулы начнутся уже 23 марта и продолжатся до 29 числа. Однако с 30 марта по 12 апреля все школьники придут на дистанционное обучение по «Фоксфорд». Что касается дошкольных образовательных учреждений, то родители вправе точно так же оставить ребенка дома по заявлению. Но через 5 дней необходимо тогда будет предоставить справочку, что ребенок здоров. Если все-таки ребенка отправили домой с признаком заболевания, то обязательно необходимо обратиться в медицинское учреждение и далее в образовательную организацию предоставить справку, что ребенок здоров и теперь может посещать школу или сад. Всю информацию о текущей ситуации с коронавирусом в Подмосковье можно узнать на сайте covid.mz.mostreg.ru или позвонив на горячую линию 8 800 550 50 30. Анна Бальет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.